МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть вопросы? Позвоните. Звонок бесплатный. Голосовать легко. Здравствуйте. Я рад приветствовать вас в студии программы «Правда», где проходят предвыборные дебаты кандидатов на должность президента Российской Федерации и доверенных лиц. Меня зовут Дмитрий Лысков. Мы работаем в прямом эфире. Сегодня в нашей студии Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Евгений Торло, доверенное лицо Бориса Титова, и Алексей Арбатов, доверенное лицо Григория Явлинского. Господа, добрый вечер. И товарищи. И товарищи, добрый вечер. Вначале несколько слов о нашем регламенте. Программа разделена на три части. В первой части каждому из вас будет предоставлена возможность выступить со вступительным словом по теме наших дебатов. Время выступления – одна минута. За 15 секунд до окончания времени я вас предупрежу, скажу 15 секунд. По окончании времени раздастся звуковой сигнал. Во второй части программы я задам вам ряд вопросов по теме наших дебатов. Время ответа на каждый вопрос – полторы минуты. И в последней части программы полторы минуты у каждого из вас останется на заключительное слово и обращение к избирателям. Итак, мы начинаем. Тема наших дебатов сегодня – армия, укрепление, обороноспособности страны. Сергей Бабурин, пожалуйста, ваше вступительное слово. Одна минута, прошу прощения. Пошел на выборы под лозунгом «Русский выбор». Я мечтаю о том времени, когда у ворот военных училищ стояли толпы девушек, мечтающих выйти замуж за офицера. Когда слово офицер, слово военный – это были символами гордости. И Горбачевско-Ельцинская эпоха, погубившая авторитет армии, разрушившая вооруженные силы – это действительно эпоха преступления. Виновные, живые, те из них должны быть наказаны сегодня. И, конечно, нам необходимо обеспечить высокую обороноспособность, чтобы никто не смел претендовать на нашу территорию, на наши недра. Это задача сегодняшних поколений. Именно поэтому нам нужно обеспечивать военно-техническое сотрудничество и доходы от продажи нашего оружия за рубеж. Мир не стал безопаснее. Благодарю вас. Павел Грудинин, ваше вступительное слово по теме наших дебатов. Одна минута, прошу вас. Тема наших дебатов – это жизнь наших людей. Экономика главная и в обороноспособности тоже. Но великая страна не может быть бедной. И поэтому главная задача – это побороть бедность. И не только у офицеров и членов их семей, а именно у всего населения Российской Федерации. И для этого КПРФ и Блок Национально-Патриотических Сил предложил программу «20 шагов». Это программа за всех. За то, чтобы народное достояние принадлежало всему народу и приносило пользу не какой-то кучке олигархов, а всем без исключения. Чтобы был прогрессивный подоходный налог. И люди знали, что у нас бесплатное образование и бесплатное здравоохранение. Чтобы люди уверены были в том, что молодое поколение точно найдет работу. 15 секунд. И все остальные будут богатыми и зажиточными людьми. Только тогда обороноспособность нашей страны будет восстановлена, и мы будем великой страной. Благодарю вас. Вы закончили свое выступление. Ну вот, да. Благодарю вас. Владимир Жириновский, ваше вступительное слово. Одна минута, прошу вас. Мы живем в предвоенное время. Через 5-6 лет начнется большая третья мировая война. Поэтому армия играет огромную роль. Выиграет только та страна, у которой сильная армия. И сегодня у нас самая сильная в мире армия. Но в 91-м году у нас тоже была сильная армия. Однако предатели, пятая колонна, сделали так, что с самой сильной армией мы потерпели поражение. Поэтому задача не только армию укреплять, но и выжигать каленым железом ту пятую колонну, которая сегодня действует в нашей стране. Радиостанция «Эхо Москвы», или телеканал «Дождь», или «Новая газета», или там, где кандидаты в президенты, идут люди, которые считают русский народ быдлом. Им лучше с евреями дружить. И которые говорят, нужно уйти из Сирии, нужно уйти из Крыма. Это чудовищно. Эти люди подлежат аресту сразу после выборов. Поэтому армия, самое главное внимание, именно ей. Она спасает нас сегодня и завтра. И президент является верховным главнокомандующим. Благодарю вас. Господа, обращу ваше внимание, что вы можете выходить за рамки времени, но таким образом вы сокращаете возможность своего выступления в дальнейшем. Ксения Собчак, ваше вступительное слово. Прошу вас. Единственный человек, с которым сегодня стоит дебатировать, это Владимир Путин. Но, как видите, его с нами нет. Видимо, он не уважает и презирает процедуру не только выборов, но и дебатов также. Он, главнокомандующий, основные вопросы у меня к нему. Почему Россия ведет гибридные войны, которые она не признает? В частности, война в Украине, которую мы не признаем. Расследование по псковским десантникам. Доказаны факты, что псковские десантники, это их могилы, разговоры с их матерями, что они погибли на этой войне. Как это можно объяснить? Почему нам врут? Почему нам врут по поводу того, что у нас нет военнопленных? У нас есть военнопленные сейчас. Как они там оказались? В частности, Виктор Агеев, который сейчас находится в плену в Украине. И Сирия. У меня вопрос к Владимиру Путину. Зачем наши солдаты умирают в Сирии? И каким образом частная военная компания, которая запрещена на территории России, находится там под предводительством повара Пригожина? Опять же, человека, связанного с нашим президентом. Каким образом? Это незаконные формирования. Почему там гибнут наши солдаты? Спасибо. Благодарю вас. Я, к сожалению, не могу заменить Владимира Владимировича Путина. Максим Сурайкин, ваше вступительное слово. Прошу вас. Спасибо. Я убежденный коммунист. И наша партия, коммунистическая партия коммунистов России, разработала принципиальную программу возврата к социализму, 10 сталинских ударов по капитализму и американскому империализму. И мы глубоко убеждены, что сильная армия, здоровая армия, возможно только при советской системе. Ведь вот именно тот боевой дух, который был в рабоче-крестьянской Красной Армии, потом в советской армии, он был обеспечен тем, чтобы было здоровое общество и сильная армия. Это в конце 80-х, в начале 90-х, когда псевдокоммунисты прокрались в руководство КПСС и изо всех сил разрушали советскую власть. Мы получили эти последствия, дедовщину, прочие раковые опухоли. Но мы глубоко убеждены, что если мы вернемся к нормальному здоровому советскому обществу, мы и построим здоровую сильную армию. Мы должны понимать, что народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить другую. У нас нет другого пути к миру, как укреплять обороноспособность, иметь мощную армию и мощный оборонный комплекс. И эта задача вполне решаема путем социалистических преобразований. Благодарю вас. Евгений Торло, одна минута, ваше вступительное слово. Прошу вас. Партия Роста, Борис Титов, говорят о том и настаивают, что наша армия должна быть сильной, хорошо вооруженной. И только тогда она сможет выполнить свой долг по предотвращению всех войн. Мы надеемся, что никаких войн не будет. Не потому, что мы расслабимся, либо потому, что мы считаем, что вокруг нас одни друзья. У нас не только друзья, у нас есть и враги, и внутри страны есть враги. Но наша армия должна быть настолько сильной, чтобы никто не смел на нашу страну напасть. Как это сделать? Для этого мы не должны перекраивать бюджет в пользу вооруженных сил. А мы должны увеличивать бюджет. Наша экономика должна расти. Поэтому и партия Роста вызывается. Мы должны как можно больше производить. Должна быть конкуренция, в том числе в оборонной острове. А военнослужащие, это высокая честь служить своей родиной. И возвращаясь, уходя в запас, или уходя на пенсию, военнослужащие, я перебираю, вы у меня потом заберете, военнослужащий должен получить выбор. Либо он идет книжки читать или писать, либо идет в бизнес. Государство должно создать для отставных военнослужащих условия для занятия предпринимательством. Давать им для этого кредиты, деньги, условия, землю. И тогда у нас и экономика будет просветать, и армия будет сильной. Благодарю вас. Алексей Арбатов, ваше вступительное слово. Одна минута, прошу вас. Партия Яблоко считает, что есть несколько важных принципов, без которых оборона страны, защита территориальной целостности и суверенитета не могут быть обеспечены. Во-первых, армия должна готовиться к отражению реальных, а не надуманных угроз. Во-вторых, армия должна рачительно использовать те ресурсы, которые ей предоставляет государство. Эти ресурсы не должны идти за счет других очень важных функций государства, социальных, образования, медицинское обеспечение. Потому что иначе оборона будет разрушать то, что она должна защищать. И, наконец, не менее важное, что не только хорошие нужны вооружение и военная техника. Им должны соответствовать высококвалифицированные военнослужащие. Поэтому необходим переход полностью на контрактный принцип комплектования. И последнее. Нужно меньше заниматься пиаром, рекламой, показухой. Нужно больше работать над повышением боеспособности. Пусть об успехах нашей обороны говорят за рубежом. А мы давайте не будем по каждому пуску ракет устраивать национальный праздник. А будем реально обеспечивать рост обороноспособности страны. Благодарю вас. Господа, мы переходим ко второй части нашей программы. И, товарищи, мы переходим ко второй части нашей программы ответом на вопросы. Итак, первый вопрос в рамках этой части. С какими военными угрозами сталкивается современная Россия? Господин Бабурин, ваш ответ. Полторы минуты. Прошу вас. Знаете, я солдатом выполнял интернациональный долг в Афганистане. И поэтому, безусловно, внешние угрозы нужно отражать на дальних подступах. И основными такими угрозами являются сегодня претензии некоторых держав натовских на суровое положение, на гегемонизм в мире. Вот это нужно пресекать. Мифы о терроризме, они прикрывают агрессивную сущность сегодняшних руководителей Соединенных Штатов Америки. И поэтому мы должны обеспечивать свою армию. Армию, но при этом крепость армии определяется крепостью тыла. И, безусловно, борьба с бедностью, борьба против безнравственного обогащения, укрепления нравственных начал и духовных начал в обществе, это преодоление угрозы, которая идет с запада, уничтожение нашего духа. Это угроза не менее опасная, даже более опасная, чем вооруженное вторжение. И поэтому вот здесь первоочередная линия фронта. Безусловно, при этом мы должны понимать, что современные вооружения требуют людей, которые будут уметь этим пользоваться, а значит, образование должно быть надлежащее. Не убитое сегодня, уничтоженное высшее образование, а оно должно быть эффективным и качественным. Благодарю вас. Господин Грудинин, тот же вопрос, с какими военными угрозами сталкивается современная Россия. Полторы минуты, прошу вас. Главная угроза это мы сами. Дело в том, что мы создали армию, которая является как будто бы контрактной, и почти миллион человек там есть, но недокомплект почти 300 тысяч. Но одновременно с этим больше 800 тысяч человек работает в МВД. Почти 300 до 400 тысяч это Росгвардия. И мы поставили перед собой другие приоритеты. Наши внешние угрозы для нас менее важны, как оказалось, чем внутренние. Но внутренней угрозой является и в том числе то, что мы технологически отстали. Мы не можем производить современное вооружение, пока мы не разберемся со своими станкостроительными заводами, пока мы не сделаем свою металлургию конкурентно способной. И второе. Если чиновник в России получает пенсию в 2-3 раза больше, чем военнослужащий, который 25 лет отдал вооруженным силам и защищал родину на передовой, то это неправильно. Вооруженные силы и люди, которые там работают, должны получать достойную заработную плату. Недавно совершенно я видел летчика, который спас свой самолет и получил орден мужества, но одновременно ушел из военнослуженных сил, потому что его зарплата в 4 раза меньше, чем у пилота гражданской авиации. Это недопустимо. Второе. Нельзя платить военным пенсионерам 0,54 от пенсии. Это недопустимо. Государство должно обеспечить нормальное пенсионное обеспечение любому военнослужащему. Тогда люди пойдут в армию. И самое главное. Мы должны защищать своих военнослужащих. Нельзя посылать их куда-то, а после этого отказываться от них. Это недопустимо для великой страны. Благодарю вас. Господин Жириновский, с какими военными угрозами сталкивается современная Россия? Полторы минуты. Прошу вас. Мы окружены по всему периметру. Главная угроза – Запад. НАТО. Украину для этого отобрали у нас. Там уже стоят иностранные войска. Прибалтики уже стоят. Дальше Балканы могут поджечь. Мы там всегда провели солидарность. Сирия. Ни в коем случае оттуда нельзя уходить. Хотя Явлинский только что по радио сегодня говорил, что надо уйти. Это вот вражеская пропаганда. Или, допустим, Собчак тоже об этом говорит. Значит, Афганистан. Обязательно угроза. Они оттуда не уйдут никогда. Это и против нас, и против Китая. И Дальний Восток. Когда-нибудь они его подожгут через КНДР. Но самое главное – это вот те, кто здесь ведут пропаганду вражескую, антиармейскую. Когда представитель Явлинского говорит, что надо отказаться от призыва и перейти только на контрактную, значит, погубить нашу страну. В первые две недели вся контрактная армия будет уничтожена. И мы должны из запаса призвать обученных солдат и офицеров. А нам приглашают, что не будет у нас обученных. Вот погибла армия в первый день недели, и все, и страны нету. То есть люди, избиратели, посмотрите. Тот из них, кто не служил в армии, ни одного голоса им. Тот, кто сегодня ведет вражескую пропаганду, антирусскую, антироссийскую, что Крым украинский, что из Сирии надо уходить. Это чудовищно. И поэтому я прошу вас не поддерживать тех, кто ничего не разбирается в военном деле. И уже сегодня подрывает наше могущество и подрывает авторитет нашей армии. Благодарю вас. Госпожа Собчак, военные угрозы и современная Россия. Полторы минуты, прошу вас. Главная угроза – это наше отношение к нашим солдатам. С 1993 года нам обещали полностью контрактную армию. В 2000 году по-прежнему ее не было, хотя она была обещана. Нам врали и постоянно продолжают врать. Я считаю, что то, как мы относимся к военнослужащим сегодня, приводит к тому, что в итоге наша армия просто неконкурентно способна. Недавно я была в Североморске, и я своими глазами видела, как живут военнослужащие, как живут их семьи, в каких жутких условиях, как плохо они экипированы, как они в этом смысле абсолютно неконкурентно способны. По отношению к тем же войскам НАТО, с которыми мы бесконечно себя сравниваем и считаем для себя большой угрозой. Так почему же не заняться тем, чтобы достойно относиться к своим солдатам? Чтобы не осуществить ту программу, которую обещали давно, а именно программу контрактной армии. И главное, я хочу, чтобы вы не забывали, что по самым скромным подсчетам экспертов, РБК, коммерсант и прочих изданий, к один день войны в Сирии нам стоит 2,5 миллиона долларов. Вы должны понимать, что за 5 дней войны в Сирии можно построить школу для детей военнослужащих. За неделю войны в Сирии можно построить большой жилой дом для военнослужащих. Это то, сколько нам стоит война в Сирии. Мы находимся там уже около двух лет. Каждый день этой войны для России стоит 2,5 миллиона долларов. Я хочу, чтобы запомнили вы эту цифру. Это те деньги, которые мы могли тратить на то, чтобы как раз бороться с теми угрозами, которые есть в нашей стране. Благодарю вас, Владимир Вольфович. Прошу прощения. Сейчас время товарища Сурайкина. Вы должны останавливать. У нас полемика, дебат. Вы можете створить друг с другом. Вы есть и панамарицы. Полторы минуты. Прошу вас. Спасибо. Владимир Вольфович, в этом мы с вами едины. Конечно. Это панамарь. А диктовал. До свидания. Мы вам не дети. Захотели вообще полемика. Идет ваше время. Владимир Вольфович, я продолжу вашу мысль. Та система безопасности, которая была создана товарищем Сталином, международная система безопасности после Второй мировой войны, которая гарантировала больше полувека безопасность во всем мире, на данный момент практически разрушена. Блок стран Варшавского договора обеспечивал безопасность не только Советскому Союзу, но и всем странам-союзникам. И вот тогда действительно был мир на планете. Когда разрушили этот блок, они сознательно разрушили. Вы помните, начало 90-х нам рассказывали, конец 80-х, да кто на нас нападет? Да НАТО не подойдет никогда к границам. Да это никому не нужно. Это вот тоже сейчас Ксения Анатольевна говорит, да? А нас напали НАТО с тех пор? Да. А базы НАТО, которые у каждой границы... Они напали на нас с тех пор? Или мы напали уже не один раз? А они нападут. Зачем им базы нашли? Пример приведите. Они напали или вы продолжаете просто этим пугать? Они напали сначала на Афганистан и пошел поток наркотиков. На Россию! А поток наркотиков? Да скажем, ну Грузия! Наркотики из Афганистана, которые... Восьмой год, Грузия, это что было? Держите дистанцию, Владимир Борисович! Это что, не напали? Можно держать дистанцию. Они напали сначала по-другому, невооруженным методом. И только потому, что есть еще оборона, построенная Советским Союзом. А не было бы ее, напали бы и так. А то, что они устроили на Донбассе, это не на нас напали. Это не советский народ там гигнет. Время. Устажают русских, советских людей. Каждый день. Это все последствия вот этой пятой колонны, которая была в 80-е, и которая сейчас хочет добиться разрушения России. Благодарю вас. Тот же самый вопрос. С какими военными угрозами сталкивается современная Россия? Господин Торлов, полторы минуты, прошу вас. Военные угрозы против России реальные есть. И на нас до сих пор не напали только потому, что у нас есть армия, сильная армия, и мы ее должны укреплять. Наша сильная армия – это гарантия нашей безопасности, гарантия мирного труда. И не надо строить иллюзий. И люди, которые служат в армии, должны чувствовать свою защиту и материальную, и моральную. И они должны знать, когда они возвращаются на гражданку, их будут ждать и в вузах. Они получат достойное образование и продвижение на государственной службе. В первую очередь для них. Я сам служил. Три года на флоте. И вам советую. И ребята, мы такие же, как вы. Служите честно, возвращайтесь. Это не помешает, а поможет вам стать достойными людьми. Захотите на госслужбу, захотите в бизнес. Я знаю очень многих людей, которые стали прекрасными предпринимателями. Государство обязано им помогать. И когда у нас будет нормальный нравственный климат, армия не должна быть унижена. И не только материально. Нельзя ни в коем случае так говорить уничижительно о нашей армии. Наши бойцы, они верно служат. Выполняют приказы главнокомандующего. А если они перестанут выполнять приказы, тогда не знаю, что станет с каждым из нас здесь. Это произойдет неизвестно что. Поэтому, ребята, служите честно. Мы будем всячески за вас. А вы голосуйте за партию Роста, за Бориса Титова. Все как один. И офицеры, и срочная служба. Благодарю вас. Господин Арбатов, тот же вопрос, с какими военными угрозами сталкивается современная Россия. Полторы минуты, прошу вас. Сейчас главная военная угроза состоит в том, что сейчас тысячи боевиков из Сирии и Ирака переходят в Афганистан и готовятся к тому, чтобы в Центральной Азии устроить то, что они устроили в Сирии и в Ираке. И там придется, скорее всего, сражаться наша армия. Там не будет местных сил, которые смогут взять на себя всю тяжесть боевых действий. И к этому надо очень серьезно готовиться. К сожалению, Центральный военный округ у нас самый слабый, который отвечает за это направление. В несколько более долгосрочном плане на Востоке может возникнуть большая угроза. Когда премьер-министр Китая пару лет назад приехал в Россию, он, желая сделать нам приятнее, сказал, у России самая большая в мире территория, у Китая самая большая в мире население. Мы органично дополняем друг друга. Вот это вот еще надо подумать, что здесь имеется в виду. И третья угроза, очень серьезная, это нарушение стратегического паритета, который является основой нашей безопасности. Истекает текущий договор в 2021 году, после этого может начаться неограниченная гонка вооружения. И с точки зрения ресурсов нам очень трудно будет поддерживать то, что обеспечивает нашу безопасность вот уже на протяжении 40 лет. Благодарю вас. Господа, у меня есть ряд вопросов, которые я хотел бы адресовать вам. И начнем с Сергея Николаевича. Каковы, с вашей точки зрения, основные задачи вооруженных сил в мирное время? И насколько современные вооруженные силы соответствуют этим задачам? Нужно ли что-то менять? Полторы минуты, прошу вас. Я должен сказать, что после разрушения вооруженных сил в эпоху Горбачева и Ельцина, к счастью, начались перемены. Вот я был на Южных Курилах в 91-м. И я был не так давно. И я, наконец, обрадовался, что на Итурупе после 2000 года начали строить и построили аэродром, без которого мы не можем прикрывать то направление. Мы не могли его построить 60 лет. А сейчас это ведь и большая демонстрация, что Южные Курилы – это российская территория. И мы не собираемся торговаться за счет Южных Курильских островов. Поэтому очень важно, чтобы мы обеспечили спокойную службу наших военных. А для этого это действительно пенсионное обеспечение военнослужащих. Это гарантированное обучение, бесплатное обучение их детей. Это бесплатное здравоохранение для их родителей. Потому что мы должны, принимая любые решения исполнительной или законодательной власти, помнить ключевой принцип. Детей надо любить, семью нужно беречь, стариков уважать, родину защищать. И всегда хранить чистоту своей бессмертной души. Благодарю вас. Павел Николаевич, ваш вопрос удовлетворен. Или ли вы, как кандидат в президенты, существующей структурой, составом и численностью армии, компонентов вооруженных сил? Полторы минуты, прошу вас. Абсолютно удовлетворен. На самом деле, после эпохи Горбачева-Ельцина наступила эпоха Сердюкова. Вы знаете такого, да? Который провел реформ армии. И у нас вместо восьми округов стало четыре округа. Принцип полк, дивизия, армия, округ уничтожен. И вместо этого бригада, значит, ну и тоже округ. Это все привело к тому, что мы, имея огромные границы, практически потеряли контроль над этими границами. У нас военные учения Запад-2017 прошли под борьбой с террористами. Мы не собираемся бороться с регулярными войсками. И это говорит только об одном. Мы пока находимся в самом начале восстановления обороноспособности нашей страны и вооруженности нашей армии. Нам нужно срочно проводить модернизацию всех вооруженных сил. Нам нужно срочно делать так, чтобы люди хотели служить в армии. И армия была престижным местом для работы. Я бы хотел, чтобы дети гордо приходили в школу и говорили, что мой папа военный, как это было 25 лет назад. Но пока мы только в самом начале пути. И тут я абсолютно убежден в том, что если мы изменим подходы к бюджетной обеспеченности армии, а это можно сделать только применив нашу программу 20 шагов, наполнив бюджет, а мы считаем, что в полтора-два раза можно увеличить бюджет, мы должны увеличить ассигнование на обороноспособность и на армию. Тогда мы добьемся хоть каких-то результатов. Потому что эти деньги, которые сейчас выделяются в армию, они очень маленькие. Благодарю вас. Владимир Вольфович, с вашей точки зрения, необходимы ли дополнительные меры для повышения эффективности военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе? Полторы минуты, прошу вас. Да, обязательно нужно это делать. И мы видим, появилась у нас организация Юнармия. Хорошо одеты, их тренируют. Тут надо честно говорить, что у нас армия уже больше половины по контракту. Не надо морочить голову. У нас сегодня уже очередь в военкоматах, чтобы заключить контракт и служить в армии. Но часть призыва будет оставаться, потому что на случай войны нужно обученные. И обучать в мирное время. Ни в коем случае не строить училища и академии в национальных регионах. Мы уже построили их, и они с нашими училищами и академией ушли. И Узбекистан, Украина, Прибалтика. То есть это нужно головой думать, где строить военные объекты, военные училища и так далее. Жильем обеспечивать, конечно. Сейчас уже в лучшее. Не надо говорить, что где-то там ребята плохо одеты. Это было 20 лет назад. И питание отличное, и шведский стол, и возможность поехать куда-то, учиться. Я бы разрешил после армии без всякого ЕГЭ поступать в любой ВУЗ. Чтобы это был стимул. Я бы разрешил русским, проживающим за пределами России, автоматическое гражданство после двух лет службы в армии. Все, не надо ждать 8 лет. Там, где ты служил, и там тебе квартиру еще дать. У нас было бы огромное количество добровольцев. Поэтому есть то, над чем надо работать. Но уже сейчас налицо огромные успехи и в патриотическом воспитании, и в обороноспособности, и в силе нашей армии. Благодарю вас. Ксения Анатольевна, какие меры необходимо предпринять для повышения социальной защищенности военнослужащих, военных ветеранов, военных пенсионеров, гражданского персонала вооруженных сил? Полторы минуты, прошу вас. Конечно же, прежде всего, это большие траты на то, чтобы они лучше жили. Это самое главное. Действительно, денег сегодня выделяется очень немного на эту сферу. Более того, мы знаем с вами, что военный бюджет, он вообще является непрозрачным, закрытым. Я считаю, что если будут те или иные формы внедрены гражданского контроля над этими тратами, это будет очень полезный механизм. Потому что, например, в военном бюджете этого года самое большое за все последние годы количество закрытых статей военного бюджета. Поэтому, конечно же, жизнь военнослужащих, жизнь каждого солдата – это самое важное. И я уже сказала, откуда взять эти деньги. Перестать вести бессмысленные войны, защищая диктатора другой страны, который многие годы притеснял свой собственный народ. Вот просто не ведя военную операцию в Сирии, не теряя людей там, мы можем сэкономить огромные деньги на то, чтобы осуществлять такие программы. Причем осуществлять широкомасштабнейшие подобные программы. И у нас по-прежнему большое количество призывников. В любой цивилизованной стране контрактная армия, ну помимо там Израиля, который находится в военном практически положении, в любой другой стране это нормальная цивилизованная мера. Давайте сделаем нашу армию популярной, давайте сделаем так, чтобы люди хотели служить по контракту там. И создадим систему, которая сможет сделать эту организацию возможной. Благодарю вас. Максим Александрович, вот став президентом, что вы поменяли бы в вооруженных силах, в структуре, в приоритетах, в задачах? Полтора минуты, прошу вас. Ну, это комплекс мер. Завершая предыдущий ответ, во-первых, мы должны ставить вопрос о создании вновь военно-политического международного блока. И размещение наших военных баз по всей территории наших жизненных интересов. Это все страны постсоветского пространства, страны Восточной Европы, Латинской Америки. И это то жизненно важное пространство, которое мы должны защитить. Потому что, вот как здесь говорят, как не нападали. Когда раздавили Ирак, когда раздавили Ливию, ставилась одна задача. Обрушение нефтяного рынка. Чтобы Россия задохнулась от отсутствия денег в бюджете. И мы получили сейчас падение нефти в три раза. Это последствия военных операций. Это напрямую на нас душит. Уничтожение Сирии стояла такая же задача, чтобы еще раз в три раза уменьшить нефть. И те наши расходы... Кроме нефти на это время мы так и не умудрились ничего начать продавать. Мы много что производим. Но военно-промышленный комплекс нуждается в серьезной реформе и возрождении. Как это было в советское время. Может проблема в том, что у нас нефть, кроме нефти просто нет никакого товара на продажу? У нас много товара, которые мы производим на советском производстве. Но сейчас, скажем, сделать мощный оборонный комплекс без широкомасштабной национализации в базовых отраслях невозможно. Поэтому вот наша программа 10 сталинских ударов первым пактом ставит национализацию, увеличение бюджета. И на эти деньги мы сможем обеспечить армию и высокотехнологическим оружием, и достойный уровень обеспечения социального каждого военнослужащего, и патриотический дух. А без идеологии и советской идеологии этого духа невозможно добиться. Благодарю вас. Евгений Георгиевич, как обеспечить опережающее развитие российского оборонно-промышленного комплекса, и как обеспечить внедрение военных технологий в гражданский сектор? Полтора минуты, прошу вас. Только наша партия, партия Роста и Борис Титов имеют детальную программу, как поднять экономику нашей страны реально, без революции, без потрясений, без экспроприации, без советского духа, а на нормальном российском духе в нашей стране, без войн, без демагогии и без самообещевания. Значит, экономики должна развиваться, конкуренцию нужно увеличивать, в конкуренции должны участвовать по снабжению, контракты должны быть хорошо проверяться, и в том числе участвовать и частные предприятия. Это даст снижение цен, больше можно закупать более качественных товаров, в том числе, например, продовольствия, одежды для военнослужащих. А вообще я могу сказать так, что я считаю, что у нас очень толковый министр обороны, и то, что он сделал за свое время, он преобразил армию. Я просто вот идете по улице, вы видите, вы на служащих, он хорошо одет, подтянут нормальные глаза. Буквально несколько лет назад это было совершенно другое. Я каждый день это вижу, и это надо признавать. Хватит себя обвинять и бичевать. Мы не утеросфицерские вдовы. Мы гордимся своей страной, мы гордимся своей армией, и мы будем улучшать ее жизнь, ее вооружение. Как в 15 секунд, я вам не расскажу, как это. У нас есть детальная программа, читайте стратегию роста. Там все это расписано на десятках строителей. Читайте и голосуйте за нас. Благодарю вас. Алексей Георгиевич, что нужно сделать для повышения эффективности расходования средств на повышение обороноспособности страны, на вооружение, на укрепление нашей армии? Полторы минуты, прошу вас. Ну, прежде всего, государственная программа вооружения должна быть более рациональной. Я мог бы привести много примеров, но в среднем, если американцы делают одну систему данного вида и класса, мы в ответ на нее делаем три. А бюджет у них гораздо больше, чем у нас. Поэтому здесь должен быть более рациональный выбор, механизм, борьба с перерастратами средств. У нас в десятки раз превышают смету расходы на новые системы оружия. И, конечно, борьба с коррупцией, потому что в этой закрытой сфере мы почти каждую неделю видим примеры чудовищной коррупции. Во-вторых, гораздо больше денег надо выделять на научные исследования и разработки. Иначе мы отстанем по самым передовым, прорывным технологиям. И через 20 лет уже мы будем твердо стоять на пути догоняющего развития. И, в-третьих, по поводу призыва и контракта. У нас сейчас 70% личного состава вооруженных сил уже контрактные. Это офицеры и контрактники. Меньше 30% это призывники. Нам немного надо сделать, чтобы разумно в течение нескольких лет полностью перейти на контракт. И средств на это потребуется не так много. Дополнительно несколько процентов к ежегодному бюджету мы вполне способны это выдержать. 15 секунд. И социальная защита. Вот когда я был в Государственной Думе, в Комитете по обороне, мы работали над законом о статусе участников вооруженных конфликтов. Который на законодательном уровне обеспечил бы тех, кто участвует в вооруженных конфликтах, всеми благами, привилегиями, денежными удовольствиями. К сожалению, нам не дали возможность провести этот закон в жизни. Я надеюсь, что все-таки депутаты вернутся к нему. Потому что мы видим, в каком бесправном положении зачастую оказываются те, кого посылают в горячие точки. Благодарю вас. Господа, благодарю вас за содержательные ответы. Мы переходим и, товарищи, к третьей части нашей программы. К итоговому выступлению и обращению к избирателям. В рамках оставшегося по итогам первых двух частей времени нашего эфира. Внимание на экран. У доверенного лица Григория Явлинского для итогового выступления осталось 1 минута 17 секунд. У доверенного лица Бориса Титова осталось 57 секунд. У Максима Сурайкина 1 минута 15 секунд. У Ксении Собчак 1 минута 2 секунды. У Владимира Жириновского 1 минута 29 секунд. У Павла Грудинина 1 минута 24 секунды. У Сергея Бабурина 1 минута 20 секунд. Все видят, что лучше всех я уложу. Сергей Николаевич, ваше итоговое выступление и обращение к избирателям. Прошу вас. Нет чувства времени. Больше всего я хотел бы, чтобы у нас было меньше лицемерия. Неолибералы уничтожили Советский Союз. Уничтожили обороноспособность страны и наши вооруженные силы. Сегодня они оплели как спрут президента действующего. А вторая их часть, наиболее радикальная, наиболее русофобская. Они сейчас критикуют за то, что власть недостаточно продалась Западу. Я за то, чтобы они ответили за разрушение страны, за разрушение армии. И конечно, я хочу обратиться к избирателю и сказать. Я русский человек. Я советский солдат. Я российский политик. И сегодня вот этой альтернативе, либерализму, который иссушил душу нашу, есть единственный вариант противопоставить, который мы должны. Это русский выбор. Русский, потому что надо перестать бояться говорить о православии. Перестать бояться говорить о том, что мы русские. И только счастье русского народа может обеспечить счастье всех народов, которые живут в нашей братской семье. Поэтому я прошу вашей поддержки. Благодарю вас. Павел Николаевич, ваше выступление и обращение к избирателям. Прошу вас. В нашей программе «20 шагов» есть все для того, чтобы наша страна опять стала великой. Есть борьба с бедностью. Есть национализация народных богатств. Есть то, что богатые должны платить налогов больше, чем бедные. Есть много путей, как мы можем наполнить бюджет, а этот бюджет должен быть направлен в интересах людей, а не олигархов. Есть только два пути. Это существующий путь, который сейчас есть в России, и тот путь, который мы предлагаем. Путь социальной справедливости, путь того, что мы действительно должны стать великой державой, потому что мы много производим, потому что мы самая талантливая держава. То, что происходило последние 25 лет, это разграбление национальных богатств, это уничтожение в том числе оборонной науки, это то, что мы подорвали сами свою обороноспособность. Все это должно уйти в прошлое. И нужно начать с чистого листа. Нужно опять провести модернизацию или индустриализацию, которую проводили наши предки. Нужно сделать так, чтобы военный, член его семьи, чувствовал себя защищенным при всех обстоятельствах. Чтобы мы не бросали своих ребят где-то за границей. 15 секунд. И я убежден в том, что если сегодня, и всегда до 18 марта мы будем говорить об этом, то 18 марта наши люди придут и проголосуют за нашу программу из-за коммунистов и национальных патриотов. Тех, которые хотят сделать нашу страну. Время. Время. Благодарю вас. Владимир Вольфович, ваше выступление и обращение к избирателям. Прошу вас. Уважаемые избиратели, видите, они даже не умеют время выдерживать правильно. Вам подыгрывают. Больше всех я выделил время, не нарушал его. Второе. Все, кто перед вами стоят, это все бывшие коммунисты. Сейчас они прикидываются. Сейчас они за русских. Я не истующий коммунист. Помолчите. Помолчите. Я молчал, когда вы говорили. И сейчас буду молчать. Это обращение моих избирателей. Господа, это обращение Владимира Вольфовича. Там детский сад. Не научились убирать в студии. Видите, не умеют вести себя. Детский сад. Вы кого хотите избрать? В юбке этих будущих верховных главнокомандующих. Они в армии кто служили? Бабурим. Все. В европейских странах больше всего. Женщины. Господа, прошу вас соблюдать регламент. Это время Владимира Вольфовича. Владимир Вольфович, прошу вас. Ну вот видите, как дети. Я служил, я служил. Кем служил? Наверное, в автобате или в стройбате? Я на подводной ловке служил. А вы где? Вот это разные вещи. Я занимался Ближним Востоком. Там, где начнется большая война. Я 50 лет являюсь специалистом по Ближнему Востоку. Турция, Иран, Афганистан, Арабы, Израиль. Остальные молодцы. Только определить время начала войны. Вот это самое главное. Поэтому вы должны понять, что надо поверить. Кому вы померите? Только мне. Я самый опытный, самый мудрый. И прошу только меня поддержать 18 марта. Мой номер 3. Ни одного голоса коммунистам. Все, кто здесь стоят. Это все коммунисты. И Путин стоял в КПСС. Я единственный не был. И никого не забрал. Владимир Вольфович, время. Все. Ксения Анатольевна, ваше выступление. Обращение к избирателям. Прошу вас. В свое время. Во-первых, Владимир Вольфович просто не очень в курсе. Но на сегодняшний момент в шести европейских странах женщина является министром обороны. Не говоря о том, что мы же очень сейчас про Европу плохо любим говорить. Особенно Владимир Вольфович. Но вот в Индии, например, женщина тоже министр обороны. Так, чтобы просто вы знали. В моей программе 123 трудных шага я подробно говорю о том, какую экономическую реформу нам надо провести для того, чтобы в нашей стране стало лучше жить. И вы знаете, я тоже считаю, что многие вещи за эти годы и стали лучше. Я это признаю. С армией, во всяком случае, действительно были позитивные подвижки. Но ругать это не значит не любить нашу страну. Это значит хотеть сделать ее лучше. И если мы с одной стороны признаем какие-то движения Шойгу, мы должны признать, что он врет, показывая скриншоты из американской игры, выдавая это за операцию в Сирии. И это правда. Игра «Сквадрон», которую он демонстрировал как операцию в Сирии, это вранье. Вранье министра обороны. Время. Неприемлемо. Ксения Анатольевна, ваше эфирное время и стекло. Максим Александрович, ваше выступление и обращение к избирателям. Прошу вас. Как можно оскорблять. Спасибо. Владимир Ольга. Я как коммунист глубоко убежден, что на основе вот этого гонилого капиталистического духа, никакого счастливого будущего и честной, сильной, мощной армии мы никогда не построим. Потому что какая основа, такое и будущее. Поэтому только наша коммунистическая программа 10 сталинских ударов по капитализму и американскому империализму, который как раз и является основной опасностью, который начинает разжигать действительно третью мировую войну, которая действительно не за горами. И если мы не построим мощную, сильную армию, мощное государство, оно действительно начнется. Только Россия всегда стояла на защите безопасности всего мира. И только вот наша программа широкомасштабной национализации, возврата социалистических систем позволит вернуть вот это здоровое общество, сильную оборону и построить то общество, в котором возможно сильная армия. Когда ребята будут воевать за свою страну, зная, что они воюют не за олигархов, не за тех, кто грабит народ, а за свою семью, за свою родину, за будущую счастливую жизнь. А в советское время мы все это имели. И сейчас, вернув социализм, мы добьемся возрождения нашей армии и могущества нашего государства. Благодарю вас. Евгений Георгиевич, ваше обращение к избирателям. Прошу вас. Я не буду говорить лозунги или демагогию, как некоторые разводить. Я обращаюсь к вам, избирателям, молодым военнослужащим. Вы должны знать, что уходя в запас после контракта или после срочной службы, вы должны получить от государства стипендию на обучение в высшем учебном или ином заведении, чтобы вам помогли стать предпринимателем, дали кредит для того, чтобы вы могли сами зарабатывать и кормить себя и своих близких. Мы за то, чтобы вы были самостоятельными. Уходя на пенсию, ванослужащий должен получить большой земельный участок и кредит государства. Или, может быть, помощь разовую для покупки трактора, для постройки фермы и работать. Мы будем этого добиваться, чтобы вы были сами хозяевами своей судьбы. И вы гордились собой, имели все возможности в нашем государстве. Голосуйте за нас. Время. Благодарю вас. Алексей Георгиевич, ваше выступление и обращение к избирателям. Прошу вас. Если наш избиратель хочет, чтобы у России была современная динамичная экономика, инновационная, выходящая на самые передовые рубежи и по внутреннему производству, и на внешнем рынке. И если он хочет, чтобы этой экономике соответствовала самая современная, хорошо вооруженная армия, тогда нужно голосовать за Григория Явлинского. Для него, при всей важности вооружения и военной техники, научно-технических достижений в военной области, космоса и так далее, на первом месте всегда стоял человек. И в гражданской экономике, и в обороноспособности. Этот человек – это рядовой, контрактник, офицер, генерал. Это люди, которые должны чувствовать себя полностью обеспеченными и защищенными государством. Это люди, которые, уходя с военной службы, должны иметь все условия для того, чтобы жить хорошо, чтобы быть обеспеченными всем, что им положено по закону. У вас еще есть время. Вы можете продолжать. Я закончил. Он уже устал. Вы отказываетесь со своего времени. Отказывается. Шривлинский вооружений служил. Благодарю вас, господа. Наше время в эфире подошло к концу. Это были предвыборные дебаты в студии программы «Правда» общественного телевидения России. Мы продолжим предвыборные дебаты уже завтра в 21.05 по Москве. Оставайтесь с нами. 18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова